До улучшения школьников и наученцев до науково-доследствия деятельности сегодня один из приоритетных накерунков у деятельности установ системы эдукации, причем тут саправды есть чем похвалиться. Навод выхыванцы дошкольных установ, які проймали в делу в распобиканском конкурсе «Я-доследчик», усе без выключения вернулись с дипломами. Промоги есть и на рахунку наученцев средних специальных установ. Максим Кирьянов из Гомельского державного машинобудовничьего колледжа проставил распросовку, яка это помогает у реабилитации после инсульта. Глядя Чинатоя, что год только начинается, Максим поспел завоевать уже диплом первой ступени на Белорусском науково-инженерном конкурсе наученцев и отримал пропановку в дальнейшей работе над распросовкой разом с науковцами Национальной академии наук. Врач создает на компьютере программу, занося данные каждого пациента и перчатка автономно производит данную реабилитацию. Вибромоторы стоят для воздействия на нервные окончания, сервоприводы для гимнастики. Коллегия областного управления «Эдукация» начинается с уручения премии Аблова-Канкама студентам, які достигнули высоких показчиков у интеллектуальной громадской деятельности. Для сучасных наученцев это приклад, до якого необходно имкнуться. Катерина Фетченко трапила у перспективный резерв кадров гомельского Аблова-Канкама неопочную чергу, як активный уйденник молодежного конкурсу «100 идей для Беларуси». Пропоновала новые подоходы по оказанию туристичных послуг за межным громадянам. Каб притягнуть их у Беларуси, необходимо сварить специальный тягник, які забери туристов на родимий, привези по всех славутых местах Беларуси и верни до дому. Я ездила в Москву и у жителей, у просто горожан спрашивала, хотели бы вы поехали, то было очень много положительных отгласов о нашей стране и люди хотят. На коллегии областного управления дукации размыва не столько успеха, сколько проблемах. Коли, наприклад, по вынниках олимпиад, гимназия не може отримать ни одной из нагороды. На коллегии профессионально тут выкладаются предметы. В областном управлении дукации у вугле перекананы. Сегодня наставники, хоть и повинны працевать в рамках рекомендации Галинового министерства, але треба проявлять больше самостойности. Практика школьных уроков по передних годам, пытание отказ, явно не отповедая потребам часу. И на ученцы уже інши, и потребования, да узровню их видов, не тая, что были еще десяти годи тому. Сегодня новые подходы – это новые технологии преподавания предметов. Это внедрение информационно-коммуникационных технологий. Это более адресное использование сети интернет. Это применение информации, связанной с развитием науки, развитие исследовательской деятельности учащихся. Коллегия управления дукации Гомельского Аблоканкама завершается ушанованием перомостров областного этапу Республиканского конкурса проектов по экономии и бережливости. Причем шматенькие распроцовки мают практичную накерованность от терморегуляции жилок помешканий с допомогой солнечных батарей до полевого ветрогенератора. Кажуть, что все гениальное просто. Ветрогенераторы, які можна використовувати у любых полевых умовах, 16 пластиковых бутылик и больше-меньш значный ветер, хапает для того, как западить светлодоедную лампу. Я ще один плюс к этой конструкции – природа не забрудживается пластиковыми отходами. Алексей Нчурум, Валерий Капанько, Телерадо, компания «Гомель».